Пересказ книги «Жизнь как на ладони» Рассказ «Змея на груди», часть пятая Тимушка задумала побег, но спался ночь так крепко, что никто не мог бы его разбудить, и ничто. Голова уже у него больше не болела, глаза смотрели ясно, и когда он проснулся, прямо над головой на потолке мальчик увидел большой хлебной венок, посреди которого был поделан стеклянный шар. Это чудо поделился он, чего только в барских домах не выдумать. Эти мысли прервала тетя Сима. Она вошла в комнату, шар на потолке вспыхнул желтым светом. «Проснулся с добрым утром», сказала она ему. Она проследила за недоуменным Тимкиным взглядом и пояснила, «Это электрическая лампа». «Пойдем, дружок, помоемся, я тебе ванну налила». Уж на что Дима показался в Тимофею лампа, но когда Тима вела его маленький чуланчик, среди которого стоял большой горшок странной формы, с деревянным сиденьем и дыркой посередине, «Это туалет по-нашему», строго сказала хозяйка. «Когда сделаешь свои дела, надо потянуть вот за эту ручку». Она дернула за веревочку и из дырочки внутри горшка шумом потекла вода. Тимоша вздрогнул от неожиданности и разил от удивления рот. Ну и но. Потом тетя Сима завоевала в комнату, которую назвала ванной, и посадила в огромное белое корыто на ножках, до краев наполненные теплой водой. Тимка стал в нее спрашивать, «Разве бывают военные доктора?» «Бывают», — ответила тетя Сима. «А если война? Без врача в армии никак нельзя». Домоправительница, выпая мучественную чеческую одежду, сказала, ему рассказала о том, что царь бывает даже в этом доме, и Тимка перестумал бежать из этого дома. Очень ему хотелось посмотреть царя. В простойной кухне, жарко натопленной чугунной плитой, она наложила мальчику полную тарелку каши с молоком и от души полила ее сверху вареньем. Такое показ по Тимушке было очень удивительно. В их селе кашу с молоком ели только по праздникам, а варенье он вообще никогда в жизни не видел. «Звонкий мальчишеский голос сообщил о том, что в Гатчине почоги начались, три дома сгорело. Что делается?» «Что делается?» «Что делается?» «Покачала голову, вот эта сима перекрестилась. Вот уж напасть так напасть». Вчера к Петровичу Сергеевичу в больнице сразу трех покорейших привезли. Он и сейчас там с ними возится. Здесь он уже, здесь раздался снизу, снизу знакомый голос. Целый день спасали не посредавших на пожаре. Дяденька Доктор Кивошно посмотрел на его Тимушку. Вдруг это те самые разбойники, которые со мной на поезде ехали, хотели украсть твою сумку. А ведь верно, поджоги как раз и начались с того дня. Тимка, собираясь с мыслями, поерзал на удобном высоком стуле и начал ему рассказывать нехитрую историю всей своей коротенькой жизни. Наконец в кухне воцелилось молчание и доктор сказал «Знаешь что, Тимофей, оставайся как ты пока у нас, а там видно будет». Субтитры создавал DimaTorzok